Новая проблема возникла в Ангарске. Город захлестнула волна фейковых сообщений об авариях. Их рассылают в мессенджерах и соцсетях. Полиция вынуждена тратить время на проверку всех фактов. Накануне жители были встревожены информацией о ДТП с участием несовершеннолетнего. Автор писал о том, что в центре Ангарска иномарка сбила ребенка. Водитель с места происшествия скрылся, сообщения начали пересылать по разным группам, и оно быстро облетело почти весь город. Инспекторы ГИБДД провели проверку, и оказалось, что никакой аварии на самом деле не было. Выяснилось, что это просто-напросто фейковая новость для того, чтобы, так сказать, отомстить девушке за тот или иной какой-то ее поступок. После этого у нас также был фейк-вброс о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 6 человек. Тоже была рассылка по всем мессенджерам. Данная информация не подтвердилась. Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание на рассылку данных сообщений и принятие мер к розыску данных лиц. Выгодно пугать горожан сообщениями об авариях, которых не происходило? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но есть предположения. Не исключено, что шумиху поднимают любители хайпа, модного у молодежи течения. Также практика показывает, что некоторые используют такие сообщения, как способ мести. В ГИБДД часто поступают и жалобы от ангарчан по поводу якобы пьяных водителей автобусов. По всем фактам проводятся проверки и изначальной информации не находят подтверждения. Как правило, выясняется, что у шофера общественного транспорта возник конфликт с пассажиром или пешеходом. И жалобы в полицию – не что иное, как способ мести.